42 500 тенге. На такую сумму смогут рассчитывать теперь граждане, оставшиеся во время чрезвычайного положения без работы. Как разъяснил ситуацию директор городского центра занятости населения ОАК 2 Симбаев, обращаться в центр следует самому работодателю, предоставив списки пострадавших работников. Работодатель приносит к нам, или к нам в центр занятости, или в отдел занятости, он приносит приказ о том, что на период ЧП такое-то производство остановилось. На основании причины. К нему он прилагает список работников, которые на сегодня ушли в отпуска без содержания. Вот с обозначением, если это работодатель, он обозначает свой БИИН, на каждый список работников он с обозначением ИИН. У него должно быть в течение последних 12 месяцев до объявления режима ЧП, у него должно быть не менее трех месяцев отчисления за этого работника в Государственный фонд социального страхования. Тогда данные работникам на их кард-счета будут производиться выплаты 42 500. Мы принимаем документы, смотрим их на соответствие тем нормативам, которые на сегодня обозначены министром. После этого мы данные документы направляем в Государственную корпорацию. И уже Государственная корпорация, правительство для граждан, как уже было сказано министром информации и общественного согласия, будет производить эти выплаты для работников. Крупный бизнес, как считал, продолжает свою работу. Выплаты в 42 500 тенге коснутся представителей малого, среднего и микробизнеса. Такую господдержку будут начислять пострадавшим весь период чрезвычайного положения. В Казахстане чрезвычайное положение объявлено с 16 марта по 15 апреля. Однако режим может быть продлен или сокращен. Оксана Матасова, Ермек Махметов, Кахчаяк, Парад.